вы хотите знать секреты и тайны вы не понимаете что уже все знаете все скрыто в фильмах сериалах играх музыкальных клипах вы уже все видели shelter 923 приветствую всех по ту сторону экрана вы находитесь на канале shelter 923 рассмотрим тему детских так называемых жертвоприношений которые знатно нашумели в последнее время и фильм не так давно вышедший доктор сон какая вообще связь у того что делают культисты с этим фильмом получается мысли вслух так сказать впечатление которое сложилось на фоне этой темы мои слова не истина в последней инстанции имейте в виду проверяйте сами и думайте сами нынче многие зароптали мол дэвид айк уже много лет говорил об этом и только сейчас люди открыли глаза ну как открыли большинство как обычно еще сильнее их жало и сейчас как никогда подходит под описание ситуации название фильма стэнли кубрика широко закрытыми глазами чтобы только остаться в своем комфортном гнездышке догматов мы будем биться за это вот он слоган нового тысячелетия скоро все залезем с головой в смартфон и только смайликами общаться и будем многие утверждают если судить по комментариям в ютьюбе что скоро придет цифровое рабство цифровой концлагерь всем вживят чипы и вот и настанет конец крупицы свободы человека если эта свобода вообще существовала и начнется пир антихриста но разве уже не то время когда цифровое рабство настало чипизация несомненно новый рубеж очень важное событие ведущие к новому порядку но и не стоит упускать из внимания что этот переход будет как нам скажут естественным в порядке вещей ведь прогресс не стоит на месте мнение разнятся людей по поводу чипизации кто-то очень агрессивен кто-то наоборот за вживление пусть это даже татуировка с волосками электродов чья разработка стоила миллиарды долларов михаэль лайтман с одноименного канала за вживление якобы что мне скрывать чего бояться пусть чипизируют смеху моему не было предела односторонний разбор этой темы конечно насмешил а те кто с пеной урта слушают его так сразу согласились и лайков понаставили под видео рассматривали со стороны что мне скрывать а кто будет решать кто виновен а кто нет объявит тебя экстремистом и отключит чип просто потому что ты не угоден вот она проблема они что мне скрывать и прочий бред и пока я увлекся темой чипизации плавно возвращаемся к жертвоприношениям и страху что чипизация это верхушка горы если об этом известно то не такая уж это и тайна секрет чипа не смешите мои подковы как говорил один конь в известном мультфильме существует такое огромное количество скрытой информации узнав вы ее чипизация показалась бы детским садом которая в принципе не может претендовать на первостепенную тему для разбора но и не лишена смысла вообще вспомните начало этого видео про то что нам уже все показали и сказали во множестве фильмов музыкальных клипах сериалах компьютерных играх мы уже все знаем какие секреты вы еще хотите знать и вот попался мне во внимание фильм доктор сон предупреждаю о спойлерах у людей есть сверхспособности проникать в разум человека видеть обитателей по ту сторону настоящий ментальный ядерный реактор на этом канале были уже видео о сверх людях как нам говорят о том что они и правда существуют и даже есть целый орден или тайное братство которое ловит этих людей как я полагаю из-за смены режима в этом режиме запрещено использование людьми магии чародейство алхимии и своего личного дара такого как фильме доктор сон и не раз я говорил что стивен кинг знает очень многое так принято в мире больших денег тебя посвящают в тайны потому как ты хорошо служишь этой системе приобщают к обществу над системных людей а может и не только людей стивен кинг и о куполе над городом и о сверхспособностях человека и как я полагаю слово сверхспособность могло быть не так давно введено в обиход просто абсолютное большинство забыла свои силы знания стали оккультными то есть по-другому скрытыми тайными и постепенно человек прошился как прошивают к примеру смартфоны новым программным обеспечением прошился наукой крайне скептическим взглядом на магию и тому подобное новый человек у которого в жизни единственная магия это то как же он доживает от зарплаты к зарплате ни времени ни сил ни разума в большинстве случаев дэви тайк рассказывал на своем выступлении о ритуалах с детьми пока ребенок у тебя энергия чистая вся вот эта жесть которую он расписал имеет четкое отражение в фильме такая деталь как довести ребенка до ужаса этот адренохром поглощение энергии что этот самый адренохром как наркотик и прочее и обратите внимание на вот этот момент из фильма главные персонажи поймали ребенка без присмотра первый намек довели его до ужаса и в страхе с него начинает бить энергия подобная клубом дыма эти монстры которые выглядят как люди получают дикий кайф от поглощения конечно здесь без педофилии в фильме но намек уловили благодаря этой энергии они могут жить практически вечно вечно молодые и бессмертные по крайней мере бессмертные от естественных причин старение им нипочем вот эти все тайны поданные фильме прячутся под слоем отношения человека поступаемой к нему информации а точнее безразличие это же просто фильм так и есть фильм сняты крупнейшей многомиллиардной корпорации а эти черти вряд ли станут размениваться по мелочам они правду матку рубят сразу но кому есть дело нам мне вам раз вы здесь такая деталь просто по приколу выдумал не верю что такое может быть просто так поглощение энергии бессмертия кайф как от наркотиков детский страх а и конечно такая важная деталь как чистота энергии чем моложе тем лучше и именно это говорил дэвид айк совпадение не думаю а что вы думаете про этот фильм эту тему и слова дэвида и уважаемые зрители я один на данный момент ищу информацию уходят десятки часов если не больше и если у вас есть желание поддержать копейкой реквизиты в описании спасибо за вашу поддержку не забывайте подписываться на канал ставить лайки и писать комментарии ваша подписка бесценный вклад в развитие многих людей всем до встречи а